Этим утром российские СМИ активно обсуждали пост, который выложил в соцсетях Линас Ленкевичус, посол Литвы в Швеции, между прочим, бывший министр иностранных дел этого небольшого прибалтийского государства. На демотиваторе, на его посте была, простите, пожалуйста, была изображена ракета, Крымский мост и так далее, и на намек такой поганый был сделан намек. И так Линас Ленкевичус, представитель страны, дипломат страны, который должен ратовать исключительно за мирные какие-то решения любых проблем, дипломат страны, которая как бы уже отделена от бывшего Советского Союза и член Евросоюза, позволяет себе такие вещи. Что ж, между тем, с завтрашнего дня в Великобритании стартует такое беспрецедентное мероприятие по отправке в Руанду лишних людей. Добрый вечер, уважаемый зритель, с вами снова я, Захарыч Блаженный. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, описание подскажет, как поддержать мой труд. Во первых строках вы узнаете, как это сделать. Можно пополнить мою техническую карту Теле2, а можно воспользоваться числами Тинькофф. Ну да ладно. И вот с завтрашнего дня Великобритания начинает масштабную акцию по отлову нелегальных мигрантов и отправке их в Руанду. Руанда – это страна, расположенная в Центрально-Восточной Африке, недалеко от огромного озера Виктория. Страна, мягко говоря, небогатая. И так Великобритания начинает, вернее, простите, это автология, Великобритания прекращает и умаляет целый ряд прав человека и прекращает эти игры и начинает активную депортацию людей. Ранее сообщалось, что Великобритания вела переговоры с рядом стран, включая и Армению, о том, чтобы туда отправлять нелегальных мигрантов. Добавлю, что нелегальные мигранты в Великобритании – это не то, что нелегальные мигранты в России. Здесь у нас это в 99% случаев, ну, в 95% – это люди из бывших регионов СССР. И это люди как бы немножко, но все же свои. Понимаете, и он нелегальный, может, он правила какие-то нарушил, но понятно, кто он и откуда он и так далее. Это бывший Советский Совет. Что же касается Великобритании, там люди отовсюду, абсолютно отовсюду. В чем я убедился своими глазами во время одной преснопамятной поездочки. Ух, скажу я вам, была и поездочка. И добавлю, что я был поражен тогда видом Лондона, в котором три четверти населения сегодня составляют не англичане. Понимаете? То есть приезжие отовсюду, из разных уголков планеты люди. Вот так вот. Некоторые из них богатые, купили себе там квартиры, особняки и так далее. Некоторые коррупционно богатые, а много голодьбы, бедняков и непонятно кого и так далее. И вот теперь они попытаются расчищать Авгиевы конюшни при помощи Руанды. Понимаете ли, можно было бы брать и всех по домам отправлять, но эти же подлицы такие документы уничтожают и все такое прочее. Так что все совсем-совсем непросто. А что же касается лишних людей, знаете, я задумывался о явлениях, об этих грандиозных событиях, которые преследуют человечество. И думал об антибиотиках, которые стали спасать огромное количество жизней. А между тем, как ранее эти жизни были обречены, понимаете. И вот такая история. И это люди, те люди, которые стали выживать, обреченные на смерть, смертники. Уже 4 или 5 или 6 поколений. Серьезно так, а может быть и больше. Они, эти люди, живут. Понимаете. Хотя их не должно было бы быть. Это люди, смею предположить, с несколько отличным складом ума. С несколько необычным мировоззрением. И так далее. И тому подобное. Те, кого не должно было бы быть. Может быть это те самые дети Индиго. О которых так любят рассуждать некоторые деятели на разных телеканалах. Но на самом деле, полагаю, что я недалек от истины. Что ж, дорогие друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и поддержите мой труд. Берегите себя и своих близких. Обязательно занимайтесь физкультурой и спортом. Избегайте вредных привычек. Никогда не падайте духом. И живите каждый миг, словно последний. Когда я говорю, как последний, это значит не пускайтесь во все тяжкие, а напротив. Насладитесь именно этим здесь и сейчас.